В Бадаевских складах был запас продовольствия буквально на несколько дней. Там было 3-4 тысячи тонн, сгорело. И это была капля в море в сравнении с тем, что каждый день Ленинграду требовалось 1 тысяча тонн, раз в сутки должна была поступать в город. Если поступало меньше, то город начинал голодать. И запаса продовольствия было очень мало. Поэтому попытки деблокировать принимались буквально с первых дней, как кольцо замкнулось и продолжались. Можно сказать, несмотря на битву за Москву, и в октябре, и в ноябре пытались так или иначе пробить коридор. Естественно, налаживали снабжение по воздуху, пытались снабжать по Ладожскому озеру. Нужно сказать, что Ладожское озеро, оно очень своеобразное. И там постоянно идут толчья волн, шторма. И фактически судоходство шло не по самому озеру, а по каналу, прорытому по его южному берегу. Это было еще, его начали рыть еще при Петре Первом. Соответственно, когда немцы вышли к берегу южному Ладожского озера, судоходство по этому каналу было прервано. И пришлось возить продовольствие и вывозить людей из Ленинграда по самому Ладожскому озеру, сталкиваясь, в общем-то, с очень сложными природными условиями еще в условиях осени. Это было не лето. Поэтому темпы доставки продовольствия были низкими. Поэтому ставка всегда жестко требовала пробивайтесь любой ценой. Последние КВ, собранные на Кировском заводе, пытались для этого использовать. И был захвачен такой плацдарм, называли его «Невский пятачок». Там, кстати, воевал отец нашего нынешнего премьера Путина. Как раз-таки в этот период он был тяжело ранен в ноябре 41-го года. И последняя попытка, предпринятая уже в ноябре, это доставили какое-то количество танков КВ на этот пятачок. Они должны были прорваться, пройти до внешнего кольца блокады. КОНЕЦ